Новый ГОСТ по библиографическим ссылкам на электронные документы, очень у него сложное название, но по сути это ссылки на электронные документы сетевого распространения. Уже немножко мы к этому привыкли, определению из нового ГОСТа по библиографическим записям и библиографическим описаниям, поэтому сегодня мы будем иногда, буду немножко вот так говорить, не то определение, которое в новом ГОСТе дано, а говорить про сетевые ресурсы. В принципе это то же самое, по сути то же самое, но просто так легче, быстрее и чтобы уж окончательно совсем не запутываться. И какие сегодня вопросы мы с вами разберем? Ну три небольших вопроса, собственно по самому ГОСТу мы с вами и пройдемся. Называется он полностью ГОСТ библиографическая ссылка на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. Фу, выговорила. Ну вот поэтому немножко изменяю, так беру на себя смело, изменить вот это вот на определение ресурсов сетевого распространения, потому что мы к этому уже немножко привыкли. Общие требования к оформлению. И вот этот ГОСТ, он у нас с 1 июня этого года уже введен в действие. До этого он был в виде проекта, можно было его найти на ресурсах различных и познакомиться с текстом. Ну вот теперь уже с полным правом он действует у нас прямо в день защиты детей. Но насколько он нас защищает от трудностей составления библиографических описаний, вот сегодня посмотрим, насколько ему это удается. И мы сегодня с вами вот эти три основных пункта, которые вы видите на слайде, разберем так, обзорно по ним пройдемся, потому что задача на сегодняшний вебинар у нас познакомиться вообще с самим ГОСТом. Напоминаю, что у нас цикл идет библиографии для небиблиографов, и многие небиблиографы еще даже и не в курсе, что этот ГОСТ уже введен в действие. Ну, кто-то знает, кто-то уже использует и применяет, а для кого-то это может быть такое новшество. И нам самое главное сейчас разобраться, что где находится, как найти для самого ГОСТа, как в нем сориентироваться для того, чтобы начать им пользоваться. Ну и обратим некоторые моменты, а их действительно много, разные нюансы, нестыковки, которые авторам, особенно авторам методических рекомендаций, пособий по оформлению текстов, особенно учебных заведений, редакций, издательств, научных изданий, сотрудникам, но имеет смысл на них обратить внимание, потому что с этими вопросами мы все равно будем сталкиваться. А вот если есть потребность более тщательно поработать с новым ГОСТом, проработать на практике то, что там написано, разобраться в этих нюансах уже более подробно, у нас будет в октябре мастер-класс по этой же теме. Создаем библиографические ссылки на электронные документы с новым ГОСТом, по-моему, если не ошибаюсь, 19 октября. Но ссылку я вам на всякий случай даю, можно будет зайти, посмотреть и при желании записаться. Но, коллеги, сразу обращаю ваше внимание, это новый формат наших мероприятий, у нас были вебинары, были курсы, теперь вот мастер-классы. Это так же, как и курсы, мероприятие платное, поэтому на это обращаю ваше внимание, но это такой, как бы, микрокурс, небольшой по времени, по объему, но формат такого вот занятия, как бы кусочек из курса, поэтому он идет и в таком формате. И идем дальше. Так, немножко отвлеклась. И сегодня мы вот как раз на те нестыковки, нюансы, которые есть в ГОСТе, которые следует учитывать, на которые нужно обращать внимание, чтобы не попасть в просад. Мы сегодня с вами и тоже будем обращать внимание. То есть здесь сложнее, чем с нашими предыдущими ГОСТами, когда можно было сказать студенту, а, иди смотри в библиографическом ГОСТе, да, и он пошел, и не знает, как там, чего найти, но это все-таки полегче. Здесь очень много вопросов возникает именно, не знаю, как у вас, у меня точно возникли, по образцам, тем примерам, которые приведены в ГОСТе. Иногда идут вот такие нестыковки с тем, что написано в пункте. Ну, то есть вот с этим тоже будем разбираться, особенно на мастер-классе. И идем к нашим пунктам, вопросам сегодняшнего вебинара. Общие моменты для кого, чего и чего нет в стандарте, это вы видите на слайде. И самое главное, что там прописано, и что важно для нас, это ГОСТ для его назначения, да, для авторов. То есть для всех, кто пишет, оформляет тексты, будь то студент, выполняющий курсовую работу или ВКР, или автор публикации научной журнала, автор монографии, и все мы авторы, поэтому вот это для нас. И обратите внимание на те вопросы, которых нет в стандарте, особенно укорачивание ссылок. Ну, вот это важный момент, с которым мы сталкиваемся при работе, особенно с ресурсами сетевого распространения. Ну, наверняка, многие из вас, если не каждый сталкивался с ссылками в пять строк, вот такой вот абракадабры, с нулями, цифрками, буковками, и что с ними делать. ГОСТ этот вопрос не регулирует. То есть вот как написано, так и делаем. Но, тем не менее, даже с этой проблемой можно, есть варианты, можно найти способы, как справиться, потому что иногда в издательствах предъявляют претензии авторам, и мне уже об этом говорили сами авторы, что вот у вас слишком длинная ссылка, а как ее по-другому? Ну, есть варианты, используя другие области, ну, вот тоже посмотрим, да, не стопроцентная панацея, но что-то с этим тоже можно сделать. Это мы уже на мастер-классе с вами тоже разберем. И что не рассматривается в стандарте. Вопросы сохранности и повторного доступа к документам, то есть действия URL, да, адрес ссылки. И случаи различного требования различного специального программного обеспечения, укорачивания ссылок, автоматизации создания списков ссылок, вот это вот, в ГОСТе этого нет. Ну, не знаю, зачем это здесь написано, если он про библиографию, но раз написано, будем иметь в виду, чего в этом ГОСТе мы не найдем. Где найти полный текст ГОСТа? Ну, конечно же, в интернете по поисковикам можно найти, скачать и пользоваться. Ну, два ресурса я вам здесь даю. Сейчас указочку возьму. Два ресурса, где он точно есть. Любимый ресурс у меня был электронный фонд правовых нормативно-технических документов, но он ограничил доступ к своим текстам. Раньше было, можно было даже и скачать, и полный доступ ко всем текстам. Теперь я вам ссылочку даю и на этот ресурс, и на где находится ГОСТ. И вот обязательно вот это вот посмотрите. Условия доступа и ограничения доступа к документам. С 8 до 0 часов вечера открывается полный доступ к текстам. В остальное время только 30% от самого текста ГОСТа он доступен по этой ссылке на этом ресурсе. Еще один сайт нашла неплохой, сайт РАКС. РАКС тоже дает ссылочку, прям прямая ссылка на ГОСТ, о котором мы сегодня говорим. Ну и другие ГОСТы здесь тоже можно найти. Ну вот два таких ресурса. Ну а в остальном, как обычно, мы пользуемся интернетом. Смотрим, скачиваем текст. И по структуре. Структура этого ГОСТа состоит из шести таких больших разделов. Область применения. Это короткая часть, буквально пара предложений. Для кого чего, мы уже с вами про это проговорили. Буквально пара предложений, не больше. Нормативные ссылки. Эта часть важна так же, как и в любом другом ГОСТе. Особенно если вы являетесь разработчиком, автором, составителем методических рекомендаций для студентов, ну и для преподавателей. Какие еще ГОСТы могут понадобиться в трудных случаях. И обращаем внимание, когда есть отсылки в самом ГОСТе на другие стандарты. Вот это все на основе каких стандартов разрабатывался этот ГОСТ. Все это указано вот здесь, в разделе нормативных ссылок. Не игнорируйте его, пожалуйста, потому что это важная часть. И еще один важный раздел термина и определение. Мало того, что здесь добавились новые термины. Так, сейчас вижу вопрос. Прошу прощения, Марина Пивоварова. Что такое РАКС? Это российский архив чего-то там государственных стандартов, по-моему, так и называется. Насколько это вот прямо официальный-официальный сайт, точно не могу сказать. Как-то у них такое уж совсем простенькое оформление, такой дизайн. Но там очень хороший поисковик, и практически все ГОСТы, которые нам нужны, которые можно найти в нормативных ссылках, отсылки, они там есть. Можно найти с помощью этого ресурса. Поэтому я его вам сюда и включила. Но это не все. Ресурсов на самом деле много, но часть из них у меня просто не открывалась. Где-то текста нет, где-то он тоже на 30% приводится. Поэтому просто можете смотреть, дополнять уже самостоятельно вот эту часть поисковую. Так вот, к терминам и определениям. Здесь добавились новые термины, новые определения. И этот пункт для нас важен в ГОСТе. Не только, когда мы пишем методическое пособие, рекомендации по оформлению, чтобы правильно использовать терминологию. Это, конечно, важно. Но не настолько, как для работы непосредственно самими источниками. Когда мы составляем ссылку, ну, в данном случае ссылку или библиографическое описание, для нас важно понять, а что перед нами, да, что за источник. Это вообще, это сборник, это журнал, это электронный журнал. Или это печатное издание, а у него есть электронная версия, или ее нет, а мы какую смотрим. То есть здесь множество вопросов, связанных с тем, что за источник у нас перед глазами, да, чтобы правильно составить описание или ссылку. То же самое касается и сетевых ресурсов. Что перед нами? Это интегрируемый документ, это мультимедийный документ, это версия электронного документа, это публикация или републикация, или это вообще страница сайта, да, будем делать мы описание составной части, или дадим как на целый ресурс, или вообще что это такое. И, исходя из этого, можно понять уже, каким пунктом ГОСТа нам обращаться, что нам дальше искать вот в общих правилах составления или особенностях составления в пятом или шестом разделах, да. То есть это вот важный момент, к нему тоже стоит обращаться, когда мы не просто задаем вопрос, а как сделать ссылку вот на эту, а что эту? А я не знаю. Давай разбираться, давай в третий раздел пойдем. Поэтому его тоже обязательно нужно использовать при работе с ГОСТом. Ну и четвертый раздел – это общие положения, общие правила составления ссылок, пятый. И шестой – это особенности составления ссылок на отдельные виды документов. Любимый раздел. Ну и дальше идет библиография. Обратите внимание, вот особенность структуры этого ГОСТа. Здесь отсутствует привычный нам раздел, любимый всеми и библиографами, и не библиографами. Раздел образцов и примеров в конце. Помните, как в Старых ГОСТах, да, идут правила, 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 а мы их читать не будем, сейчас быстренько в конце открою, опа, вот оно, собрание образцов. Вот, я смотрю, ага, и вот это вот поставил к себе, поменял нужные слова, и вроде бы все хорошо. А здесь этого нет. Нет привычного вот этого раздела. Все образцы приводятся по всему ГОСТу, прям вот под текст. Вот как у нас на скриншоте приведено, да. С одной стороны, это хорошо. Вернее, с одной стороны, жалко, что вот нет такого сборника образцов, а с другой стороны, это даже и хорошо. То есть тут же приводятся пояснения, тут же рассматриваются пункты и иллюстрируются вот эти вот правила составления ссылок на отдельные виды, например, электронных документов, да. И мы вот это вот сразу прочитали, сразу не надо листать, а почему здесь так, а почему не так. Мы сразу видим пункты и примеры. Но есть здесь и подвох. Вот обратите внимание, то, что есть в ГОСТе, то, с чем я, например, столкнулась, когда начала с ним работать, и кто с ним уже работает, наверняка тоже это заметили, неудобный, как говорят компьютерщики, неудобный интерфейс. Ориентируемся обычно мы на курсив, да, на жирный курсив. Если написано ссылки на статьи из электронного журнала, там, имеющий самостоятельного сайт, мы ждем, что здесь будут пункты, которые объясняют, или вот они, примеры приведены, и дальше идет сразу текст, да, без разных пробелов, без нового заголовка, сразу идет какой-то текст. Мы это воспринимаем как пояснение к примерам, а на самом деле не так. Оказывается, вот как пункт над примерами, потом идут примеры, а вот это вот, вот этот текст, это то, что относится уже к ссылкам на статьи из электронного журнала, размещенного на сайте, то есть уже следующий пункт, следующий кусочек ГОСТа. И вот это вот, честно говоря, очень сильно сбивает. Почему так сделано, я не знаю, но вот просто имейте в виду, такая особенность у этого ГОСТа есть. Поэтому, если вы ищете какие-то пункты, если вы пытаетесь разобраться с каким-то примером, естественно, первое, что мы ищем, да, чисто визуально, это по жирному шрифту, вот оно нашло, мы начинаем разбираться с этими примерами, а пункты, такое ощущение, что они к нему не относятся. Пункты нужно смотреть, и пояснение нужно смотреть над словом примеры. Вот это то, что относится к этому пункту. Ну, вот так вот заморочено получилось. Ну, может быть, будет исправлено, но просто имейте в виду, такая вот особенность и такой нюанс в этом ГОСТе есть. Не очень удобно, честно говоря, постоянно сбиваешься, поэтому спешить здесь не стоит. И область применения этого ГОСТа. Но для чего мы можем использовать его? Для оформления ссылок в отечественных изданиях, публикациях, для зарубежных изданий, в соответствии с требованиями, правилами, стандартами, которые в этих изданиях приняты. Ну, это то же самое положение, что и в других ГОСТах тоже используется. Устанавливает этот ГОСТ общие правила составления библиографической ссылки на электронные документы, такого сетевого распространения. И в отдельных случаях некоторые положения стандарта могут быть скорректированы по требованию издающей организации согласно ее внутренним правилам оформления публикации. Вот этот вот пункт, который выделен курсивом, его в данной публикации ГОСТа я не вижу, но в проекте и в пояснительной записке оно присутствовало. Поэтому, ну, вот это важный момент про корректировку. Можно ли корректировать то, что изложено в ГОСТе? Наверное, да, особенно если мы говорим о студенческих работах, об оформлении курсовых, дипломных проектов, то, конечно, мы можем корректировать в сторону, как мы уже говорили, да, в сторону упрощения каких-то моментов, но не сильно придумывая от себя, используя положение ГОСТ в рамках дозволенного, в рамках дозволенного этим ГОСТом. Ну, вот такой вот момент здесь есть. И что является объектами библиографической ссылки, на которые распространяется действие данного ГОСТа? Ну, во-первых, все виды электронных документов. Их совокупности, их составные части, все, что относится к сетевым ресурсам, да, все, что размещено в информационно-телекоммуникационных сетях. Вот очень такое длинное определение. Любая версия электронного документа при условии, что ее можно четко выделить, идентифицировать и позиционировать в сети, да, однозначно, вот она подпадает под действие этого ГОСТа. Какие виды электронных документов сюда попадают? Ну, вот они у нас на слайде есть. Это впервые опубликованные, не имеющие печатных аналогов, есть републикации, есть интегрируемые и мультимедийные документы, что очень важно. К интегрируемым, например, относятся посты, сообщения в чатах, в социальных сетях. Вот это вот взаимодействие, которое сейчас часто стало появляться, это все сюда подпадает. И электронные информационные ресурсы, различные базы данных, программное обеспечение и разные группы документов, их составные части, однородные, разнородные, на все это мы можем, используя этот ГОСТ, оставить ссылку. Опять, коллеги, обратите внимание, это ГОСТ про ссылки, не про библиографическое описание и запись, про ссылку. Поэтому вот это тоже держим в поле зрения, что речь идет о ссылках. И этот ГОСТ является скорее таким дополнением к нашему ГОСТу библиографической ссылке 2008 года. Вот они как бы в паре. Но можем ли мы, например, не найдя примера описания мультимедийного ресурса или какого-то интегрируемого ресурса, пост или комментариев в социальных сетях, или что-то еще, мы не нашли в ГОСТе 2018 по библиографическим записям и описаниям, а здесь про это говорится, а здесь есть пример. А можно ли? Ну, так же, как из библиографической записи или библиографического описания мы можем всегда сделать ссылку, то, наверное, и обратное действие мы тоже можем выполнить. Но просто нам понадобится получить еще некоторые данные для того, чтобы у нас получилась библиографическая запись или описание. Может быть, да? Ну, по крайней мере, уж обратиться к источнику, открыть сам источник, на который составлена эта ссылка, придется точно. Вот в данном случае, работая с этим ГОСТом, это тоже имейте в виду, что иногда приходится прямо обращаться к самим источникам, потому что, ну, вот, что касается примеров и образцов в самом ГОСТе, потому что вопросы возникают и остаются. Поэтому и обратный процесс тоже возможен. Но не используем этот ГОСТ для составления библиографических описаний и записей в формальном выражении, да, где-то в методичке писать, что вот на основе, как составить описание или запись, а вот посмотрите в этом ГОСТе. Посмотреть можно, но после этого нужно выполнить еще дополнительную работу. Это как подсказка, скорее всего. Поэтому вот этот тоже момент имейте в виду, это тоже важно. Иногда сбиваешься, даже когда работаешь с самим ГОСТом, переходишь на записи и описания, а это все-таки про ссылки. И что является еще объектом библиографической ссылки по признаку публикации, что является опубликованным и неопубликованным материалом. Вот материалы, которые содержатся в электронных ресурсах свободного доступа, это считается опубликованным. Неопубликованные – это документы, не предназначенные для общественного пользования. Это могут быть документы на локальных каких-то серверах или хранящиеся на отдельных компьютерах, доступ к которым не дается по интернету. Это может быть переписка, например, по электронной почте. То, что не предназначено для всеобщего обозрения. Электронные документы, доступные в сети, в составе генерируемых ресурсов, тоже относятся к опубликованным. Например, чаты, социальные сети, комментарии, посты – они для всеобщего обозрения, несмотря на то, что там могут стоять ограничения. Только участники этой закрытой группы имеют право увидеть этот ресурс – это уже ограничение доступа. Но, в принципе, они находятся в открытом пространстве. Поэтому все, что касается соцсетей, комментариев, чатов, форумов – это все относится к опубликованным документам. И библиографическая ссылка, важный пункт 4.3, составляется на конкретную версию электронного документа, которая определяется по электронному ее адресу. Технические паспорта не нашла ни вторым гостя, ни новым. Татьяна, хороший вопрос. Разместите его, пожалуйста, во вкладочку с вопросом. Вот туда. И, пожалуйста, во вкладочку вопросы отдельную, да, мы потом в конце к этому тоже вернемся и сегодня вряд ли, наверное, успеем рассмотреть, но вопросы хорошие. Пожалуйста, вот туда разместите, ладно. И объектами. Что может быть объектом? Еще про объекты пару слов. Библиографическая ссылка, реплика в каналах коммуникации, вот те самые комментарии, какие-то высказывания, фрагменты документов, в том числе мультимедийного, это то, о чем мы в прошлом году тоже с вами говорили, чего нет в ГОСТах, но иногда требуется. Например, ссылка на видео или на кусочек урока или текст урока электронного курса, например, который содержит разные, там, мультимедийный подкаст. Вот на фрагмент, да, это теперь уже объект ссылки. Сайты, порталы рассматриваются как информационный ресурс на группу документов и составную часть интегрируемого в документы тоже можно составлять ссылку. И, коллеги, обратите внимание, в этом ГОСТе появилось новое, вернее, старое, хорошо забытое слово, документ вместо ресурс. Только мы привыкли по ГОСТу 2018 говорить ресурс вместо документа, и тут вдруг, опа, обратно у нас вернулся документ, потому что, ну, видимо, посчитали, что вот это вот использование слова ресурс вносит некую сумятицу умы, потому что ресурс – это может быть тот сайт и портал, на котором размещен материал, да. И мы и этот материал называем ресурс, и сам портал называем ресурс, и непонятно, о чём идёт речь, и начинаем путаться. Теперь сказали, нет, вот это будет документ, а вот сайт и портал, на котором размещен этот документ, это мы и будем называть словом ресурс. То есть вот здесь тоже вот такая вот, на мой взгляд, разногласие с ГОСТом 2018 может произойти некоторая путаница в понимании, да, что где ресурс, где документ, почему документ, а почему это не ресурс. Только-только мы привыкли, и вот вам опять, пожалуйста, здрасте, мы вернулись обратно. Поэтому, коллеги, когда составляете методические рекомендации, особенно для тех же студентов, для преподавателей, вот на этот момент обратите, пожалуйста, внимание. Или давайте тогда уже упрощать, везде говорить, что вот то, что мы размещаем, материал, это мы будем называть документом, а вот то, где он размещается, мы будем говорить, что это ресурс. Ну, по крайней мере, правильно, неправильно, ах, мы входим в противоречие с ГОСТом 2018, ну, окей, входим, но что делать? Ну, не выносить же мозг преподавателям и студентам еще и в этом вопросе, да, давайте как-то вот здесь пойдем вам навстречу. Ну, пусть не совсем терминологически будет верно, но главное, чтобы они поняли, о чем речь и смогли составить описание, правда же? Ну, что делать? Ну, вот так, есть вот такая вот вещь. В этом ГОСТе это тоже нужно иметь в виду, когда с ним работаем. И виды библиографической ссылки. Ну, критерии классификации просто напоминаю, мы говорили про разновидности библиографических ссылок. Есть цитирования, есть упоминания на них, мы составляем ссылку по расположению, по количеству источников могут быть разными и по набору элементов. Это могут быть по появлению в тексте, может быть, первичное, повторное, может быть, краткое, полное, расширенное, да, может быть, количество источников, комплексная ссылка, например, которая включает отдельный вид, который включает ссылку на несколько источников сразу. И по расположению наши любимые затекстовые, внутритекстовые и подстрочные. Просто напоминаю, у нас отдельные были вебинары по ссылкам, по обычным нормальным ссылкам, там мы это все подробно рассматривали с вами. Так вот, данный ГОСТ, он может относиться ко всем этим видам ссылок. Это может быть и подстрочная, и внутритекстовая, и затекстовая. Опять же, особенность этого ГОСТа, он не рассматривает эти варианты. То есть мы сами должны понять, как мы будем указывать это в подстрочной ссылке, как мы будем это указывать, вот эти примеры и образцы затекстовые, внутри текстовые ссылки. А для этого нам понадобится ГОСТ 2008 года, где все эти примеры разобраны по составляющим, прямо на атомы разложены. И там как раз идет у нас примеры по этим видам ссылок. Затекстовые примеры, внутритекстовые, подстрочные, и вот все подробно там рассматривается. Поэтому вот в этом плане этот ГОСТ новый является таким дополнением к тому ГОСТу. Ссылки-то мы оформляем по тому ГОСТу, но когда сталкиваемся с сетевыми ресурсами, нам важно, учитывая те правила, еще добавить вот эти. Ну вот так вот. Страшно, да? Но если мы обычные ссылки уже умеем составлять, то на самом деле не так страшно. Просто некоторые элементы, некоторые моменты нужно подправить. Но ориентируемся именно на ГОСТ 2008 в части повторных ссылок, как указывать. А если мы указали в тексте все данные, а если мы их не указали, то как это делать? Вот новый ГОСТ эти моменты не регулирует. Имейте это тоже в виду, нам понадобится тот старый ГОСТ. И по терминам и определениям. Что нового? Появились новые термины, которые объясняются в этом ГОСТе. Есть версия электронного документа, есть, еще появляется копия электронного, электронная копия печатного издания, электронная версия. И вот во всем этом самое главное не запутаться. Поэтому термины определения обязательно посмотрите. Что такое републикация, что такое интегрируемый документ, где искать главную панель сайта, что называется титульной панелью. Электронного документа, то, что у нас выводится при открытии на экран. Вот это вот тоже имеет смысл посмотреть с этими терминами, разобраться. Здесь еще смотрите, с ГОСТом 2018 некоторые определения, они здесь более расширены. Например, тот же мультимедийный документ. Там он назывался мультимедийный ресурс. Это электронное издание, в котором элементы различной природы основной информации воспроизводятся при помощи соответствующей программной оболочки и воспроизводятся взаимосвязанно. Это вот определение, которое в новом ГОСТе. В ГОСТе 2018 по библиографической записи и описания там более короткое определение мультимедийного документа, что это электронное издание, в котором сочетаются элементы различной природы. И визуальный, аудиальный, и текстовая, графическая, и звуковая, например, информация или видеоинформация. Вот это вот определяется как мультимедийный документ. Здесь немножко более расширенное описание, поэтому тоже посмотрите в взаимосвязи терминов и определений этого нового ГОСТа и ГОСТа 2018. Они в некоторых моментах дополняют друг друга, но в некоторых моментах могут и отличаться. И источниками информации для составления библиографической ссылки главный источник – это элемент электронного ресурса, который содержит все идентифицирующие сведения об упоминаемом или цитируемом документе. Ну вот по мере их убывания, их важности, я вам здесь на слайде их привела, но мы об этом тоже, кстати, говорили еще без всяких ГОСТов, то, чего нет в ГОСТах, по электронным ресурсам. Сначала титульная панель, то, что открывается, да, титульный экран, основное меню, сведения о программе и первоначальные сведения о выводе информации на экран. Ну и сам сайт тоже или портал может являться таким источником для получения информации. Вообще первое, что мы берем, это та информация, которая у нас приводится на экране, когда мы только-только открываем этот документ. Вот мы берем ее, потом переходим уже на главную страницу сайта, если это необходимо, добираем информацию там. Вот это вот все является таким, даже учитывая эти переходы, это является вот таким вот заменителем титульного листа и оборота титульного листа в печатном издании. Поэтому не пугайтесь, если приходится переходить на главную страницу сайта. По сокращению слов и словосочетаний. Мы полностью пишем три вот этих пункта, заглавим место издания наименования издателя, в остальных элементах и областях допускаются сокращения. Ну, кроме заголовка, конечно. Сокращать допускается, и в примерах в этом ГОСТе мы можем увидеть. Вот такие примеры сокращений. Но тут мы опять вступаем в противоречие с ГОСТом 2018, где мы говорили, вот говорили-говорили мы с вами, все пишем полностью, не сокращаем, да, стараемся. Вот уйдет, уходим от сокращения, и вдруг, бац, опять мы пришли к сокращению. Опять же, ну, верная мера. Иногда никто вам не запрещает, вот в этом ГОСТе, это не жесткое правило, что везде сокращать, и только вот здесь писать полностью. Ни в коем случае, коллеги, мы можем писать полностью везде. Но имейте в виду, что тогда вам в образцах и примерах, которые вы пишете в методических рекомендациях, нужно давать пояснение и приводить эти примеры в написанные полностью без сокращений, чтобы у студентов не возникало. Но и в то же время пояснять, что если они обратятся к ГОСТу, они увидят, что там идут сокращения. Поэтому, а мы пишем полностью, поэтому эти слова просто пишите полностью все. Если же вы принимаете все-таки позицию, что мы будем сокращать, вот кроме этих пунктов, допускаются сокращения, ну, тогда давайте ссылки на ГОСТы по сокращениям и русских слов, и словосочетаний, и иностранных. И тогда уже придется пользоваться теми ГОСТами. Потому что как сократить международное? Вот каждое вот это сокращение, каждое вот это слово нужно будет сверять с этим ГОСТом. Просто смотреть, что привычнее, что удобнее для студентов, преподавателей, для которых мы, например, эти методички пишем, и для себя, да, потому что это все и мы проверять. Делать так, что делать с примерами в ГОСТ 2008 на электронные ресурсы, игнорировать, дополнять, дополнять. Людмила Фролова и Светлана Касьян. Ну, вот так. Если сетевого распространения, то вот этот ГОСТ у нас, да, он носит статус национального стандарта, поэтому действует на территории Российской Федерации, поэтому для представителей других учебных заведений, находящихся на других территориях, пользуемся международным стандартом, там попроще и полегче. А вот на территории Российской Федерации, да, при необходимости. В общем-то, изменений больших здесь не последует. С примерами на электронные ресурсы, игнорировать их или нет. Ну, если у нас сетевого распространения, и, например, идет, например, на видеозапись какого-то выступления или доклада, мы можем использовать те моменты, которые есть в новом ГОСТе, они, да не сильно же оно отличается от ГОСТа 2008-го. А вот как оформляются повторные ссылки, подстрочные, как оформляются там внутритекстовые ссылки, повторные, неповторные, вот это мы ориентируемся по ГОСТу 2008. Здесь скорее речь идет о первичной ссылке. Да, вот о первичных ссылках. По знакам предписанной пунктуации. Ну, здесь все то же самое, что мы уже, что мы знаем, допускается заменять точку-тире на точку. И отсылки, они, обращайте внимание на те отсылки, которые идут в новом ГОСТе. Общие правила и требования по ГОСТам 7.8.0 заголовок библиографической записи и описания и 7.0.100 – это как раз ГОСТ по библиографической записи и описаниям. Вот это прямо в пункте 5.1 нового ГОСТа записано. Общие правила и требования по оформлению заголовков и использованию знаков предписанной пунктуации, а также структуры, областей, элементов – это мы смотрим, прям даются отсылки на ГОСТы. Там, где идут отсылки на ГОСТы, мы обращаемся туда. И в новом ГОСТе вы увидите, идут тоже отсылки на ГОСТ 2008 года. Вот где он стоит, там мы следуем тем правилам. С учетом тех нюансов, которые в новом ГОСТе могут быть. Здесь вот так вот приходится, да. И еще одна вещь, которая тоже мы говорили, говорили с вами, и в ГОСТах это было прописано, что сведения сформулированы на основе неиспредписанных источников информации, приводим на основе анализа документа, мы приводим в квадратных скобках. А вот здесь вдруг бац, и у нас идет сведение из непредписанных источников информации и сведения, сформулированные на основе анализа документа, заимствованные из источников вне документа, во всех областях библиографического описания, приводятся без квадратных скобок. Вот нам июль в день. Значит, в описании мы должны приводить с квадратными скобками, а для сетевых ресурсов мы должны приводить без квадратных скобок. Ну вот так. Вот так записано, без пояснений. Опять же, это относится, но не забываем, это относится к ссылкам. Это относится к ссылкам. Поэтому если мы оформляем ссылку на сетевой ресурс с использованием нового ГОСТа, то тогда все эти элементы мы можем писать без квадратных скобок. И даже не можем, а должны. Получается, что так. И вот здесь опять, коллеги, вот то самое противоречие с ГОСТом 2008, где мы квадратные скобочки не используем. На сетевые ресурсы не используем. И по заголовкам. Преимущество здесь отводится авторскому заголовку. Это не значит, что все остальные, в пункте 5.2 это приводится, не значит, что все остальные виды заголовков не используются, но написано очень интересно. Использование остальных видов факультативно. То есть можно под заголовком, а можно под заглавием. Ну, мы открываем ГОСТ 2018, библиографическое записи и описание, а там, наоборот, под заголовком. Да, вот наши ГОСТы, законы, Российская Федерация. И дальше пошел федеральный закон, да, заглавие, и пошли все данные про него. В ссылке можно так, но в описании мы будем ориентироваться на ГОСТ 2018. Да, вынос мозга, согласна. Даже слышу, как некоторые у нас товарищи, даже через камеру можно услышать. Ну, вот так вот. Но смотрите, написано, использование остальных видов заголовка факультативно. То есть можем включать, можем не включать. Никто нам не запрещает написать в наших методичках или в наших требованиях, наших внутренних мануалах, что заголовок оформляем по ГОСТу 2018. То есть, пожалуйста. Запрета же нет. Нет. По именам, ну и к авторскому заголовку. Сколько авторов приводим в заголовки. То, что было в ссылках, да, один, два, три автора приводим всех, четыре автора делаем под заглавием, но добавлено новое, вот это новый пункт, вернее, пояснение к пункту 5.2.1. Исключение допускается приводить в заголовки всех авторов документа в сведениях об ответственности, они не повторяются в этом случае. пункт 5.2.2. Для включения ссылки в наукометрические и библиометрические системы в заголовке мы можем указать все имена всех авторов этого документа. И в этом случае они тоже в сведениях об ответственности не повторяются. Если журнал будет у нас индексироваться в наукометрической или библиометрических каких-то системах и базах, и нам важно, чтобы все авторы как бы проиндексировались, все авторы попали, всем все пошло в зачет, то тогда в заголовок мы указываем всех авторов. То есть даже если их не четыре, даже если их побольше. Ну вот, именно для включения ссылки вот в эти системы и базы. Ну вот такое вот дополнение было принято. Поэтому тоже имейте в виду. Наталья, по поводу запятой после фамилии можно не ставить. Да, и мы с вами говорили, по-моему, где-то у нас с вами было, да, по поводу фамилии, что по поводу ссылок, что можно не ставить. Но вот в новом, вот в этом госте запятые после фамилии, они ставятся. Ну, это важно. Они есть, но для списков и источников, для оформления ссылок в студенческих работах можно вот это правило опускать. Но тогда мы уж, если не ставим, если ставим, то ставим везде, если не ставим, то не ставим везде. Да, в новом госте запятая после фамилии, она здесь идет. И по, да, дополнен. Да, как раз для студентов. Просто смотрите, Наталья, вы можете ввести это правило как бы в строгом соответствии с гостом. Пусть запятая после фамилии ставится, но если студенты уже привыкли, уже работали, что в ссылках мы не ставили или в списке не ставили, ну, тогда не ставим. Потому что у нас примеры и так, и так могут попадаться, поэтому не пугайтесь, пожалуйста, коллеги. Всегда требованы. Ну, замечательно. Если всегда требовали, требуйте дальше. Для них это уже привычные требования. По заголовкам, что касается дополнительных идентификаторов. В заголовке, в ГОСТе по заголовку ГОСТ 7, 8, 10 библиографические заголовки мы с вами тоже по нему как-то разбирали. Дополнительные идентификаторы или идентифицирующие признаки в новом... Ну, вот что это такое, мы здесь примерно привели на слайде, да. А вот в новом ГОСТе предложено рассматривать их как факультативные. В качестве этих признаков выступает титул, сам светское имя для духовного лица, даты жизни, занимаемая должность, звание и прочее, прочее, прочее. Раскрытие псевдонима и так далее. Почему-то они здесь вообще не называются идентифицирующие признаки. Вот в ГОСТе по заголовку здесь и называются дополнительные идентифицирующие сведения. И опять дается отсылка. Они оформляются по ГОСТу 7, 8, 0, 7, 80. Это вот как раз ГОСТ про заголовок. Дополнительные вот эти идентифицирующие сведения приводятся обычно в заголовке после имени автора, фамилия, инициалы в круглых скобках. Дюма – отец, Дюма – сын, старший... Кто у нас там? Иванов, да. Иванов АА. Ну, иногда их имеет смысл приводить, потому что если, может быть, Иванов АА – это кандидат химических наук, а может быть, доктор филологических наук. И вот совершенно два разных автора. Иногда требуется введение вот таких идентифицирующих признаков. Опять же, в «Новом ГОСТе» указано, что это факультативный элемент. Но если это необходимо, или тот же Александр Дюма. Какой? Отец или сын? Иногда это все-таки целесообразно указывать просто в каких случаях. Это нужно посмотреть уже по ГОСТу другому. Вот по этому ГОСТу, когда это имеет смысл делать и принять решение. Опять же, свои методические рекомендации включать. Если много однофамильцев, например, попадается в одной и той же сфере деятельности, то лучше, конечно, лучше, конечно, это указывать. И добавлена еще одна важная вещь. А вот это неплохо может быть сделано. Сведения о персональных идентификаторах, которые используются в наукометрических системах и библиометрических. Вот тот же Оркит, например. Вот их теперь можно приводить в круглых скобках после имени автора. Часто возникал вопрос, а надо ли это писать, а вот если у него есть такой идентификатор у ученого, куда его надо писать или не надо писать, вот здесь в круглых скобках вместо дат жизни и прочее мы можем написать вот этот идентификатор. И в самом ГОСТе приводится пример, как это делается, пример вот такого-то описания с этими идентификаторами ученого. Но если у нас есть Оркит и у нас есть два автора, которые являются, например, один доктор филологических наук, другой доктор или кандидат химических наук, у них совпадает полностью все. Нет, ну конечно, по теме работы мы можем понять, что вот это вот про химию, а вот это вот про филологию. Но это же надо вычитывать дальше, а нам надо идентифицировать автора, поэтому здесь можно использовать вот такой двойной идентификатор, в круглых скобках написать его там звание, должность, потом поставить через пробелы точка запятой и дальше указать вот этот вот самый Оркит. Здесь написали, вот здесь можно сокращать там кандидат химических наук, точка запятой и его Оркит. Почему лучше делать так? Потому что с этими идентификаторами тоже возникает путаница, когда только его создаешь, иногда можно создавать себе лишних, потом про них забыли, они где-то там в системе болтаются. Когда попросили статью указать, а какой у вас идентификатор, вместо того, который нужен, в спешке можно дать первые попавшиеся, которые там на пустую совершенно свой аккаунт идет, такое тоже может быть, да, или там ошиблись в цифре, и мы попадаем совершенно на другого человека, и не дай бог еще на однофамильца. И вот, мы уже информацию об ученом не можем получить. Поэтому лучше вот указывать, ну, все-таки, опять же, это мое мнение, можете не согласиться, можете делать, сделайте по-своему, но в данных случаях, когда вот речь идет об ученых, все-таки должность, как идентификатор, хоть он факультативный, но лучше указать. Ну, вот определилось место, куда указывать эти все идентификаторы с ресерчгейтами, оркидами и прочими. Вот, вот здесь, в круглых скобочках после заголовка. Вот сюда мы его делаем. Вот. И еще идем, идем дальше. Основное заглавие. Это мы про заголовок с вами поговорили. про основное заглавие электронного документа. Основное заглавие электронного документа мы берем с той страницы, которая у нас открывается первой, и в основное заглавие электронного ресурса это главная страница сайта. То есть у нас здесь два понятия с вами возникает. Вот это вот, то, что приведено на экране, вот это это является основным заглавием документа или это является основным заглавием идентифицирующего ресурса. Вот это идентифицирующий ресурс, главная страница. А основным заглавием электронного документа будет то название статьи, которую мы откроем, например, в Википедии или та страница, которую, например, открыли мы вот эту правовую систему навигационную, там блок и там какая-то статья приведена. Основное заглавие этой статьи будет основным заглавием электронного документа. А вот это все мы указываем с вами за двумя косыми чертами. Это основное заглавие идентифицирующего документа. Просто его мы ищем на главной странице сайта, как оно правильно называется. И вот это мы приводим. Заглавие и сведения, относящиеся к заглавию. Все, что нам помогает идентифицировать, что такое кодексы и законы. Это сайт, это портал, это вообще навигационная система. Консорциум кодекс, это что? Это сайт, это портал, это блог, это вид этого ресурса. А это электронный фонд. И все, вот оно раскрывает название. Это мы включаем сведения, относящиеся к заглавию. Хотя тоже здесь в новом гости говорится, что это факультативный элемент. То есть можем включать, получается, можем не включать. Но все-таки, я считаю, что в данном случае имеет смысл его все-таки включать. Пояснение, что это такое. Это платформа, это сайт, это что? Основное заглавие самого электронного документа, это будет то название, которое у нас появляется на титульной панели при загрузке ресурса. Вот открыли по ссылке, и то, что вот увидели как в заглавии, вот это оно и будет. Название статьи, название книги. Приводим в том виде, как в источнике. Вот это тоже важная вещь. Иногда даже в самих примерах, в самом гости не всегда можно понять, это относится к заглавию или к сведениям, относящимся к заглавии. Поэтому лучше открыть, перепроверить. Если аббревиатура, если основное заглавие у нас приводит с аббревиатурой, то тогда в круглых скобках предложено давать его расшифровку. Ну, например, ранхекс, и в скобочках, вот как для идентификаторов, да, приводится, мы в круглые скобочки включали вот эти оркиды. А здесь мы просто словами расписываем. Российская Академия Народного Хозяйства, Государственная Служба при Президенте Российской Федерации. Фу, вот. Аббревиатуру и раскрывать. Ну, вот опять же, дополнение к оформлению сетевых ресурсов. Если заглавие основное электронного документа отсутствует на титульном экране, да, вот то, что мы открываем, назывался раньше титульный экран, титульные панели, ну, например, пост в социальных сетях, ну, вот взяли мы, или статья начинается, но без заглавия, сразу какие-то там новости или что-то, а нет с колонок, да, вот нет заглавия, вернее. То тогда приводятся первые слова текста, которые мы видим. Начало текста, вот оно и приводится в качестве заглавия. Ну, опять же, чтобы было сохранение логики, ну, и про сокращение тоже не забываем. Может быть, где-то, если очень длинные-длинные первые слова, троеточие, отделенное двумя пробелами с двух сторон, да, помните, мы сокращали длинные-длинные заголовки на пять страниц, ну, приводили вот таким образом. И, опять же, без квадратных скобок. Если это какое-то изображение, архитектурное здание и так далее, то тогда приводится на название изображенного предмета. Примеры здесь не привожу, в самом гости они приведены, можно будет посмотреть, как это делается. Ну, очень просто, вот как пост начинается словами, вот эти слова мы и приводим в качестве основного заглавия. И без разных квадратных скобок. Сведения, относящиеся к заглавиям. Вот здесь важный момент, с которым потом в примерах очень много нестыковок происходит. Вид электронного документа относится к сведениям, относящимся к заглавию. Вот пять, прям пункт 5.3.2. Информация, раскрывающая, поясняющая заглавия. Определены в гости как факультативные. Хотя мы с вами видели, что иногда без вот этих поясняющих сведений ну, никак не обойтись. Могут быть и названия ресурсов одинаковые. Только один – это сайт, а другой – это какая-нибудь платформа или портал или что-то совсем другое, социальная сеть, какая-нибудь группа или еще что-то. Ну, как тут вот обойтись без пояснений. Вид электронного документа, формат, жанр, назначение. Ну, для правовых, нормативных актов, тех же самых патентов и прочее, размещенных на сайте, вот сведения об утверждении и прочее. Вот это все в переводе, указания на републикацию, вот это все относится к сведениям, относящимся к заглавию. Про виды электронного документа. Что сюда может относиться. Вот специально здесь выделили вид электронного документа, и что сюда относится. Вот то, что мы пишем через двоетучие. Сайт, официальный сайт, электронная газета, электронный журнал, электронная версия, интерактивный документ, видеозапись. Видеозапись я немножко все-таки дополняю еще, поэтому со знаком звездочки и курсивом я все-таки дополняю, например, в описаниях, что это и в ссылках, что это видеозапись, выступление конференции или полной конференции, в зависимости от того, на что мы делаем ссылку или описание. Видеозапись, там, вебинара, симпозиум, круглого стола. Для того, чтобы, опять же, было понятно, о чем идет речь вообще, стоит ли нам читать дальше и обращаться к этому источнику, или мы пробегаем мимо. Такое некоторое расширение пояснения, да. Ну, вот можно оставить и так, а можно и раскрыть. Ну, вот пример, кстати, взятый из самого ГОСТа, то, с чем, например, столкнулись, когда смотрели сведения, относящиеся к заглавию и само заглавие. Вот смотрите, как написано в самом ГОСТе. Вот идет заголовок, вот пошло заглавие, и вот так вот стоят различные версии. Судя по тому, как сделана, оформлена ссылка, вот смотрите, двоеточие отделено пробелами с двух сторон. Значит, различные версии – это то, что относится к сведениям, относящимся к заглавию. Значит, возможно, здесь какие-то различные версии документа присутствуют. Ну, оформлено же вот так. Хорошо, открываем сам. Почему я вам говорила, всегда открывайте источник и смотрите. А вот как это написано в заглавии. Вот оно, заглавие. И мы помним, что в самом ГОСТе написано, что заглавие оформляем и пишем ровно так, как приведено в источнике. Но приведено-то в источнике вот так. И в квадратных скобках – это авторское право, да, это авторское, как это правильно сказать, авторское изложение, да, то, что он взял эти слова в квадратные скобки. И посмотрите, версии – это не версии документа. Вот здесь мы можем сделать вывод, что это относится к разным версиям документа. А на самом деле это различные версии решения этого вопроса. Ну вот так автор сформулировал заглавие, да. Но мы-то его кардинально переделали, вообще другой смысл внесли. Является ли это другим заглавием? Да, наверное, нет. Если бы это было другое заглавие, тогда да, через двоеточие, все как положено, но тогда оно должно было бы начинаться с большой буквы. Но это как бы дополнение к заглавию и вынести его, отделить невозможно, да, они взаимосвязаны, чисто логически. То есть вот такие вещи, они, кстати, во многих примерах в самом ГОСТе присутствуют. Более подробно мы на мастер-классе с ними тоже будем разбираться. То есть здесь, мне кажется, что нужно было сделать так, как сделано, опять же, согласно самого ГОСТа, сделать так, как сделано было в авторской версии. Вот так и написать, да, в квадратных скобках. Но это заглавие, заглавие статьи. Вот автор вот так написал. Почему мы за него превращаем это в какое-то другое сведение, относящееся к заглавию, да, например. Не очень, наверное, корректно это по отношению к автору. Но вот такие вот вещи, коллеги в самом ГОСТе, вот такие неоднозначные моменты. Их достаточно много. Вот на мастер-классе мы с ними как раз и будем тоже разбираться. Я видела вопрос, нас тоже задали там по поводу видео, да. Да-да-да, Татьяна, я вот это имела в виду, да. А Янек всего лишь поисковик. Да, вот, вот. Очередной пример. Не совсем корректные адреса проверять надо, да, даже когда примерами пользуются. Сильвот вам еще пример тоже из ГОСТа. Сведения, относящиеся к заглавию, вот то, что мы говорили, как определяется, где размещен идентифицирующий ресурс, да, где размещена статья, например. Здесь у нас, как с вами было? Вот, Яндекс.ПробелДзен, двоеточие сайт. Все. В разных местах того же ГОСТа вот это вот, три варианта, по крайней мере, может быть, вы и больше найдете. Мне встретились вот такие три варианта, как оформляют ссылки на источники из этого ресурса. Вообще, Дзен, лента на основе ваших интересов, сайт. Яндекс.Дзен, сайт. Яндекс.Дзен в одно слово, сайт. Ну, я не знаю, может быть, здесь просто чисто автоматически, механически, да, мы тоже, мы же все люди, мы можем пропускать знаки. Может быть, был пропущен знак, но все-таки это ГОСТ, да, все-таки как-то вот. И вот эти вот три варианта, они присутствуют. То есть какой вывод из этого может... А вот эти варианты мне еще в разных описаниях встречались, не в ГОСТе, но как делается. Просто Дзен, сайт. Яндекс.Дзен, лента на основе ваших интересов, сайт. Здесь разделили, да, еще дописали слово Яндекс. Здесь просто лента на основе ваших интересов и все. Если вы откроете определение, что такое Дзен, это вообще платформа для создания интерактивного контента и блогов. Это вообще не сайт получается, это, ну, вот как по формальному определению, да. По сути-то, может быть и сайт. Но это платформа. Вопрос тогда возникает, а как правильно писать, да. Как, ну, хорошо, бог с ним, пусть будет сайт. Иногда и социальные сети тоже определяют, как сайт. И идут дебаты по поводу, это социальные сети, это сайт или не сайт. Сами разработчики тоже иногда такие дебаты там устраиваются по этому поводу. Окей, хорошо, мы не будем вдаваться в подробности. Нам главное понять, студенту-то чего писать. Ну, хорошо, слово сайт практически везде присутствует. Давайте писать. Пусть будет сайт, чтобы не морочить голову ни студентам, ни преподавателям. Хорошо, пусть будет сайт. Но что писать? Это лента на основе интересов, это просто сайт с точкой или без точки. Вот судя по тому, что нет единообразия в гости, да, вот даже в данных примерах. Но получается, что разные варианты возможны. Можно сделать такой вывод. Мы выбираем любой вариант и пишем в наших методичках. А вот Яндекс.Дзен указываем вот так. Яндекс.Дзен сайт. Все. Если вы с этого берете. Ну, вообще информация для научной публикации с Яндекс.Дзен тоже как-то... Ну, не совсем, наверное, тот научный ресурс, который имеет смысл указывать в научных публикациях. Но если это не платформа для проведения исследований. Все-таки это некий блок, который может вести кто угодно, как угодно и о чем угодно. Но все-таки это не научное издание. Ну, тем не менее, да, то есть получается, что здесь нет единого решения, как мы будем указывать. Вот как мы сами определим, так и будем. А хоть вот так. Дзен сайт и все. Ребята, спокойно указываем. Тем более, что сейчас идет какая-то передача там Яндекс с мейлом, там меняются ресурсами, какими-то сервисами, один другому чего-то продал. И Дзен уже похоже вообще мейловский, а не Яндексовский. Поэтому лучше, наверное, выбрать что-то типа этого варианта или вот этого варианта без упоминания Яндекса, пока все не устаканится и будет понятно, кто кому чего продал и кто кому чего теперь принадлежит. Ну, вот такой момент есть. Да, и вот я смотрю, Татьяна у нас тоже еще примеров накидала про видео, да. Видео размещено ВКонтакте. Да, 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 вот с адресами. Такое ощущение, что вот как-то то ли не проверяли ссылки, то ли все это быстро готовилось, может быть, да, что-то было упущено. Но нам от этого, конечно, не легче. Ну, вот такие вот моменты, коллеги, на мастер-классе будем с вами разбирать и думать, что делать, как это использовать и как применять. Да, вот таких моментов очень много по всему ГОСТу. Если, да, и место публикации, идем чуть-чуть подальше. Место публикации – издатель дата. При составлении библиографических ссылок сведения о месте публикации, изготовлении и распространении – это все вот тут сюда же попадает – об издателе и времени публикации электронного документа можем не приводить, если они отсутствуют в объекте библиографической ссылки. То есть если эти данные мы не можем найти, ни места публикации, ни издателя, ни даты или времени создания на самой странице, в самом документе нет, то мы их и не приводим. С чистой совестью мы эти элементы опускаем. Но на что они должны приводиться? Вот электронная публикация, републикация – это сканированное печатное издание, вот этот вот PDF-файлик, отсканированная книга, выложенная в электронной библиотеке. Вот это републикация, есть печатная. Издание – это с него как бы копия, скан, копия сделана. Либо вот на них обязательно должно быть и электронные сериальные издания, электронные журналы, электронные газеты, электронные бюллетени, еще что-то. Вот для них мы эти данные приводим, вот эту область, их смотрим, разыскиваем, они должны быть. А в остальных случаях сетевых, там, страница сайта, тот же Дзен, еще что-то, если невозможно установить, то и просто с чистой совестью опускаем. Не мучаемся и не устанавливаем. Про объем. Единица объема. Здесь я вам написала, как это приведено в гости, просто немножко так в столбик вынесли. Слайды точно так же, как по генации указываются, слайд 345 или там 345-346, это значит вот ссылка на конкретный слайд. 345 слайдов, так же, как со страницами, это слайда всего. Причем слово слайд почему-то не сокращается. Хотя в проекте было сокращение, но вот в окончательной версии в гости идет полностью. Слово пишем полностью. Страницы сокращаем, слайды пишем полностью. Вот так вот. Могут быть записи, может быть количество файлов, может быть количество байтов, объем презентации 123 мегабайтов. И время воспроизведения. Вот для аудио-видео фрагментов это хорошая вещь. Опять же, есть расхождение с ГОСТом 2018. По библиографическим описаниям и записям. Там немножко по-другому время воспроизведения указывается. А здесь указывается именно в таком формате. Часы, минуты, секунды. В принципе, вот этот вариант ближе к истине, как оно должно быть. И по ГОСТу даты, времени там как раз вот этот формат используется. И ссылка на этот ГОСТ есть здесь. И, в общем-то, логичнее указывать, сколько длится, например. Или, если мы ставим по генации, какой фрагмент, сколько он длится, указывать вот в таком формате. Ну, это все-таки более логично. Можем ли мы внести, например, изменения в список источников, и чтобы и в ссылке, и в списке источников у нас было одинаково. Чтобы не писать в круглых скобочках время звучания, просто указывать количество часов и минут. Причем там как-то странные сокращения даются. Но если вы примите такое решение, сошлетесь на ГОСТ, что вот мы приняли решение, что вот здесь мы указываем по данному формату. И еще не на ГОСТ по библиографической ссылке, а на ГОСТ по дате и времени. Его номер там, кстати, указан. А кто вам спретит? Тем более для студенческих работ. Можно сделать? Почему нет? Главное только обосновать и сослаться на что. И по примечаниям, область примечаний. Так, сейчас мы к ней перейдем. Вижу вопрос. Евгения спрашивает, а если ссылка на книгу дана в Киберленинке? Коллеги, ага, все, вроде нормально. Думала, подвисло. Автор нашел статью, прочитал ее онлайн и в список литературы вставил как текст электронной. Да, есть такой пример в этом ГОСТе приведено. То есть здесь нужно будет указать, это версия статьи или копия печатного издания, или копия статьи, или электронная версия статьи. Вот как раз вот здесь в области примечаний вот мы как раз к ней и подошли. Электронная копия печатного издания или электронная версия печатного издания можно заменять, если речь идет о статьях, можно заменить на электронную версию статьи, электронную версию печатной статьи. Ну, если это скан, да, вот этот размещенный. Вот перед URL-ом вот это вот указывается. Дальше все, как было раньше. URL, дата публикации или дата обращения. В данном случае будет дата обращения, если это не электронные издания, а тексты печатные, да. Ну и дальше примечания о режиме доступа. URL может быть очень длинной, поэтому используя область примечания, в принципе, можно подумать, как сократить вот этот URL. Если мы через поисковик на самой странице что-то находим, то давать ссылку, она будет короче на этот поисковик, а дальше указывать, например, путь, как мы находили этот документ, то есть что надо ввести и так далее. Тогда можно сократить этот URL. Опять же, используя вот эту область примечания. На мастер-классе мы это тоже посмотрим, как это можно сделать, как вариант. Сейчас, Евгений, как раз к этому тоже придем, а в режиме доступа мы указываем, что доступ в сайт Кипер-Ленинке. И СБН, и ССН, и ДОИ. По этому поводу тоже есть в госте. Вот, кстати, коллеги, нашла я вам сейчас номер госта про дату и время, вот эти промежутки времени, как указывать ГОСТ Р7064. Вот на основании этого ГОСТа, там, где мы говорили, время воспроизведения, вот как раз по этому ГОСТу и оформляется время воспроизведения. По ДОИ, тоже 5, 3, 6, по-моему, пункт, сведения об идентификаторе электронного документа. Международные стандартные номера СБН, ССН и СМН являются обязательными. ДОИ по новому ГОСТу 2018, он является условно обязательным, но мы говорили, что лучше его все-таки приводить. Здесь это вообще является факультативным элементом, но вообще мы немножко забыли, что мы не про описание, а про ссылки, в ссылках, да, это может быть элемент опущенный, мы его можем опускать, прошу прощения, и он расценится как факультативный для ссылки, но в описании мы его обязательно приводим. Вот ссылка и про ДОИ, здесь тоже определено его место. Приводим на составную часть документа или на составную часть, или на электронный документ в целом. Вот смотрите, ссылка приводится на конкретную статью из сборника материалов. Из сборника статьи имеют свои ДОИ. ДОИ может быть и у сборника, может быть и у статьи. Что мы приведем в ссылке? Какой ДОИ? На статью и на весь сборник оба идентификатора, только на статью или только на сборник? Вот какой вариант выберем? Прямо в чат напишите цифру 1, 2 или 3, вот что бы вы привели. Статья, статья, статья. А, молодцы! Супер! Отлично, коллеги! Лишнего не берем. Значит, смотрите, какая штука у нас есть. ДОИ на весь документ мы записываем после даты обращения в конце. Вот сейчас мы опять вспоминаем, что на ссылке мы это можем опустить, но в описании мы это укажем. Ну, если оформляем ссылку, например, как затекстовую и для статьи в научное издание, в научный журнал, то тогда ДОИ лучше указывать все-таки. Они привязаны к тексту. URL может поменяться, а ДОИ нам позволит всегда найти статью. А на статью из сборника ДОИ у нас пишется вот здесь, в конце описания составной части до двух косых черточек. Да, тоже последний идет, и вот сюда у нас указывается. Так вот, есть такое правило. Мы указываем либо то, либо другое. Смотрите, здесь у нас идет описание на весь сборник, и вот мы указываем ДОИ этого сборника. Здесь у нас идет описание, и ссылку мы оформляем на статью из сборника, что мы чаще всего и делаем. Мы же не на весь сборник даем ссылку, а на какую-то конкретную статью. Поэтому нас будет интересовать только ДОИ этой статьи, а не сборника вообще. И есть такое правило, вот это запомните, в «Новом госте» это записано. Только один ДОИ. Только один из вариантов. Приведение ДОИ на составную часть документа и на электронный документ в целом не допускается в одной ссылке или в одном описании. либо, либо место ДОИ для статьи в описании составной части для сборника в конце описания. Ну вот это вот сразу себе на заметку берите. ИССН не для статьи, ИССН это для самого журнала. ИССН не статьи присваивается, а журналу. Вот здесь в конце вместо ДОИ. А если есть и ДОИ, и ИССН, тогда пишется ИССН, потом уже ДОИ через точку-тире. Но если для описания, мы уже сейчас немножко с вами к описаниям пошли. Вот вы заметили, мы правила для ссылок сейчас начинаем применять уже к правилам для составления библиографических записей и описаний. В общем-то так и происходит достаточно часто. В этом самом ссылках мы вообще эти вещи по новому ГОСТу можем опускать. Даже в первичной полной ссылке они допускаются их опускать. И Евгения Юрьевна спрашивала про у нас, если доступен сайт Киберленинге, ссылка на какую-то научную статью, которая выходила там, была опубликована и в нормальном журнале, есть печатная версия. Тогда мы ее оформляем как републикацию. Вот здесь мы перед URL-ом пишем электронная версия или электронная копия. Печатная статья. В двух примерах я вам привела и с сокращением, и полностью, как можно писать. Но опять же, в принципе, единообразие. Если мы на сборник приводили в списке источников и ссылку давали вообще на весь сборник и писали вот так через копию, то тогда и здесь, наверное, надо писать. Это же статья из этого сборника, наверное, имеет смысл писать тоже копию печатной статьи. То есть привести... Если здесь версия, то и здесь версия. Ну, наверное, по логике это так. Хотя вот в самом ГОСТе, опять же, на этот счет ничего не сказано. Ну, раз не сказано, будем думать сами, как это лучше сделать. Либо ждать пояснений, пока их нам дадут. Но лучше все-таки принципы единообразия выдерживать. Указывается, что это републикация, адрес, где вы это смотрели. И вот здесь пишется в конце, там, где у нас режим доступа или ограничения доступности, доступ с какого сайта. Вот в примерах, кстати, если в «Новом ГОСТе» посмотрите, там это есть. Доступ с сайта РГБ, доступ с сайта Киберленинки. Или там доступ с поисковой системы, через поисковую систему Киберленинка. Все, у вас в адресе это может быть написано. И здесь мы даем пояснение, что он доступен вот с этого сайта. То есть вот таким образом. Вот, по крайней мере, по «Новому ГОСТу» вот так. А вообще про републикации и электронные версии, это мы на мастер-классе как раз вот эти вещи с вами поразбираем, мы потренируемся тоже делать. Тем более, что здесь много вопросов к самому ГОСТу, к примерам. Но вот с ними как раз там и будем разбираться и какие-то свои правила на основе этого будем понимать. и вид содержания средства доступа «Последняя область». Они те же самые указаны вот в «Новом ГОСТе», что приводится в «ГОСТе» по библиографической записи и описанию «ГОСТе 2018». Вот такая табличка у нас была уже, как-то еще раз вам ее просто сюда повторяю, как пишется. Но опять же, это факультативный элемент для ссылки. В ссылках мы этого можем не указывать, но для описания это у нас с вами подойдет. Но если уж требуется, то кто-то может и заставить указывать. Но вот опять же, расхождение с ГОСТом 2008. Для электронных ресурсов мы должны указывать, что это текст электронный или разные виды содержания для мультимедийного документа. А в «Новом ГОСТе» вообще это, по-моему, в примерах отсутствует напрочь. Вот как быть? Основную часть берем из сетевых ресурсов, из «Нового ГОСТа», но все-таки указываем по ГОСТу 2008. Все-таки, наверное, их придется указывать. Для электронных ресурсов. Опять же, если они не составляют в массиве данных большую часть, тогда опускаем. Ну, то есть, наверное, имеет смысл оставить. Ссылка на мультимедийный ресурс. Ну, вот последнее, наверное, что мы сегодня с вами рассмотрим. Такой случай, часто сейчас встречающийся. И его составную часть. Можем и целиком на ресурсе, и можем на составную часть этого ресурса. Почему мультимедийный документ вот в данном примере? Здесь есть изображение, есть слайды, да, визуальная информация, графическая. Можно их листать отдельно. Здесь есть текстовые, текстовые пояснения каждому слайду. Можно вообще просто читать весь текст. И есть еще звуковая дорожка. Каждый из них как бы самостоятельно представляет собой самостоятельный блок, но воспроизводятся они в одной оболочке. Там сайт трейдя, да, вот у него загруженный, и вот здесь они воспроизводятся как единое целое. Поэтому мультимедийные документы. Мы можем делать ссылку на весь документ целиком, на какую-то его составную часть, и плюс даже вот по новому ГОСТу на отдельный элемент, на отдельное изображение. Тогда мы указываем номер слайда, например, если они нумерованы. Либо на звуковую дорожку, если мы ссылаемся на слова автора, либо вообще на текст. Но указываем промежутком. И вот такие варианты, которые тоже не совсем однозначны и приведены в ГОСТе. Сдается ссылка как на мультимедийный ресурс. Опять же, с этим нужно будет разбираться нам с вами. Почему мультимедийный ресурс именно здесь? После мы посмотрели, как примерно может выглядеть мультимедийный ресурс. Вместо презентации, вот в предыдущем примере, может быть, например, видеоурока, видеолекция. Тут же текст, расшифровка как бы дается и, возможно, какие-то там дополнительные схемы, изображения, презентации, картинки. Могут быть там тесты представлены. Все это воспроизводится вместе, поэтому это мультимедийный ресурс. А вот пример, который приведен в ГОСТе, у меня, честно говоря, не знаю, как у вас, коллеги, может быть, согласитесь, может быть, нет, но меня вызвал вопрос, а почему это не видеозапись? Это же фактически идет видеозапись лекции. Причем я ничего не хочу сказать про автора этого курса или этой лекции. Просто потрясающе. Коллеги, просто посмотрите ради интереса, насколько человек классно подает материал. Вот просто классно, заслушаться можно. Три часа, но это на едином дыхании. Это действительно можно засмотреться, забыть о времени. Потрясающий спикер. Я просто, честно скажу, я в восторге. Замечательный автор. Но, елки-палки, простите, коллеги, я не понимаю, почему это мультимедийный ресурс, почему вот так сделано описание в ГОСТе. Честно говоря, потому что то, что представлено вот в этих примерах, это не мультимедийный ресурс, это видеозапись. Татьяна, да, конечно, согласна. У меня тоже возникло такое впечатление, что это не мультимедийный документ, а это видеозапись лекции. Потрясающие лекции. Совершенно потрясающего автора. Но почему мультимедийный? Я не вижу этого мультимедийности. Там идет одна просто ссылка на видеозапись. Тогда можно сказать, что любая видеозапись вебинара это мультимедийный ресурс. Но вы что делать? Вы включаете запись и ее смотрите. Вы смотрите картинки, но это все идет в видеозаписи, внутри нее, не отдельно. Вот если бы отдельно еще была выложена презентация, как в онлайн-курсе делаю. Есть запись вебинара, занятия, а рядом презентация по слайдову выложена. Вот это вот уже. И еще текст пояснительный каждому слайду, вот примерно как у нас было. Вот так же я и делаю. Вот уже три и более разных видов ресурса, вот эта мультимедийность. А здесь только одна видеозапись. То есть, скорее всего, здесь видеозапись должна стоять. Вот это мне было непонятно абсолютно. Почему мультимедийный документ находится вот именно здесь? Коллеги-библиографы, можете вы мне это объяснить или нет? Я не понимаю. После сведения об ответственности перед указанием места положения фрагмента. Непонятно, почему это называется не видеозапись, а мультимедия. Скорее всего, вот здесь сведения, сведения относящиеся к заглавию. Опять же, мы разбирали только что. В самом ГОСТе это написано, вид содержания, вот эти пояснения. Так же, как мы делали для книг монография, или там сборник работы, или учебник мы уже помещаем сюда. Почему здесь переехала вот сюда? То ли это область специфических данных, что ли, а почему? Ведь это же явно вот сюда напрашивается, что и видеозапись лекции, например, или видеозапись просто сюда. Видео указано в адресе, да, видео, видео. Действительно, причем по адресу, то же самое, что у нас Татьяна Суковатых, большое спасибо за активную работу сегодня на вебинаре, вот то, что вы указывали, вот здесь та же самая история. Я перехожу по вот этой ссылке, причем, смотрите, вот, вот, Евгения Юрьевна, кстати, вот, доступно на одноклассники.ру сайт. Вот про Киберленингу. Мы приводим данные сюда про статью, да, указываем, что это републикация. Перед ЮРЛом пишем, что это электронная копия, там, печатной статьи. Приводим адрес, дата обращения, или, там, дата публикации. Но это не электронный журнал, значит, дата обращения. И вот здесь пишем, доступно на киберленинг.ру сайт или поисковая система. Ну, то есть, вот таким вот образом. Можно сделать вот так. А вот здесь, смотрите, какая еще штука. Попробуйте перейти по этой ссылке. Знаете, что он вам напишет? А он напишет вот это. Войдите в одноклассники или зарегистрируйтесь. То есть, смотрите, доступно-то доступно, но не для всех. Оказывается, требуется регистрация. Где об этом в описании, а не слово? Ну, то есть, вот эти вот вещи тоже нельзя забывать. Но требуется регистрация. Без регистрации в одноклассниках не получится. А вот я без регистрации пытаюсь посмотреть. Он мне пишет, войти в одноклассники либо через что-то, да, либо зарегистрироваться. Вот как-то мне нужно проникнуть. Свободный доступ, вот когда я открываю и читаю без разных условий. Либо требуется только для авторизованных пользователей, либо требуется авторизация. Ну, какое-то пояснение здесь должно быть. Иначе мы посмотреть не можем. Но на YouTube мы это спокойно можем увидеть. Ну, и опять же вопрос вот здесь. Про отдельный фрагмент дается. Войти в одноклассники. Ага, сейчас попробуем сделать. Спасибо, Татьяна. И вот по отдельному... А вот даже сейчас попробуем. По отдельному фрагменту. Вот это часть фрагмента вот этого. Один из выпусков истории Великой степи был посвящен тюркскому каганату. Слава Богу, что здесь проведено время воспроизведения. И по сетке, по вот этому слайдеру. Как они называют слайдер? Насколько это слайдер, я не знаю. На сетке времени мы можем найти этим бегунком нужный фрагмент и перейти на этот фрагмент. Но опять же написано, что это отдельный фрагмент. Отдельный фрагмент чего? А где здесь в описании мы можем увидеть, что это отдельный фрагмент, это составная часть. Все вот эти выпуски, они идут одним блоком, одной записью, трехчасовой, не по кусочкам, не разделенной. Но там внутри они разделены, как бы по главам, скажем так. Обозначаются названием. Ну, а часть чего? Такое ощущение, что это просто отдельный целиковый ресурс. На самом деле не так. Это кусочек вот отсюда. Где об этом здесь написано? А в примере этого нет. То есть здесь где-то должно было стоять две косые черты, и дальше написано, что это часть. Вот здесь написано, что это часть глава, или урок, или что это. Выпуск. Выпуск, вот такой-то номер. И дальше уже в сведениях, относящихся к идентифицирующему ресурсу, за двумя косыми черточками, мы бы написали вот это, все выпуски, и дальше вот только вместо время воспроизведения всего ресурса мы бы указали правильно, так же, как для статьи из журнала, мы бы указали, что вот тюркский каганат вот здесь находится, и дальше ссылочку бы на него, причем в этом случае можно давать ссылку с привязкой ко времени, то есть мы по ссылке-то кликнули или там вставили ее, и сразу перешли на вот этот вот фрагмент, и не надо его там внутри листать, такая возможность есть, например, на Ютубе. Да, и дальше вот, дальше да, ну вот почему, почему не так, и дальше вот идет пример у нас вот про мультимедийный документ, все то же самое, да, вот, квадратная скобка, причем одна откуда-то вылезла, ну, видимо, просто, ну, не убралась она, чисто технически, но ее здесь быть не должно. И вот, то, что это видеозапись концерта, указывается в сведениях, относящихся к заглавию. Заглавие, вот, идентифицирующего всего ресурса, а вот это вот кусочек, только одно, одна часть этого концерта, но вот видеозапись, видите, она в сведениях, относящихся к заглавию, приводится. Почему здесь по-другому было сделано? Не совсем понятно, и почему это мультимедийный ресурс. Видимо, по адресу должны догадаться. Ну, наверное, будем догадываться. Указать минуты, уже убежали далеко, не помню, куда. Если, ну, вот здесь вот фрагмент, да, вот эта вот часть, мне нравится то, что в новом госте появилось, время воспроизведения, и указывать точно, вот конкретно, прям по сетке, это интервал времени воспроизведения. Да, то есть вы открываете видео, видеозапись, находите 45-ю минуту, и 45-й минуты по 49-ю идет вот этот фрагмент. Вот на мастер-классе мы с этим с вами тоже потренируемся, как это находить, как это опознавать и как это записывать. Да, ну, вот это вот, да, это вот удобная, конечно, штука. А если у вас приведено не пагинации, а вот так и написано время воспроизведения, то это значит общее время звучания всего-всего-всего ресурса, всего документа, а нам надо только кусочек. Ну, и ссылка на презентацию. Коллеги, вот этот пример мы с вами разбирали еще до введения нового ГОСТа, как то, чего нет в ГОСТах, да, сформулировали, и в общем-то, в общем-то у нас так оно и было, в общем-то правильно. А единственное, что вот здесь поменялось, мы сокращали слово слайды, а здесь пишется целиком. Ну, и, кстати, какой вариант, этот или этот, у нас сюда подойдет. А вот в зависимости от того, какой смысл мы вкладываем, и тот, и другой будет правильно. Вот этот вариант мы записываем сюда, когда нам нужно сказать, что мы ссылаемся на всю презентацию, которая состоит из 16 слайдов, а вот этот вариант мы записываем сюда, когда нам надо сказать, что вот то, на что мы ссылаемся, оно находится на 16 слайде. А что делать, если у нас, например, видеозапись выступления, там автор ссылается на какой-то слайд, на схему, и мы тоже хотим сказать, выразить восторг автору или критику по поводу этой схемы, но мы ссылаемся на видеозапись, что мы сюда будем писать. Вот этот на мастер-классе мы с вами тоже разберем. Теркский каганат со второй минуты. Сейчас посмотрим, где у нас тут. Ну да. Судя по тому, что написано вот здесь, то с первой по 36 минуту идет рассказ про тюркский каганат. Нет, почему? Может быть, и да, в самом начале. Вот именно там какое-то вступление, а потом пошло про тюркский каганат, и вот привели. Ну, в принципе, может быть, да. Но если он начинался час 07, прошел час 07, и после этого пошел про тюркский каганат, тогда, конечно, тут другие цифры должны быть совсем. вот здесь значение часов, тогда вот здесь уже час должен был бы стоять. Ну, в принципе, да, может быть такое. Первая часть, мы на нее ссылаемся, а первые там минуты идет какая-нибудь заставка, и чтобы вам ее не смотреть, просто привели ссылку на фрагмент. Такое тоже может быть. Не пугайтесь. Может. Ну, да, Мария, в этом случае может быть так. А вот здесь вот 45 минуты. Все правильно. В этом случае, коллеги, вот лучше ставить ссылку с привязкой ко времени, если есть такая возможность, вот как и на Ютьюбе, да, ссылку с привязкой ко времени. Потому что тогда сразу вы по ней попадаете на нужный фрагмент, а не на что-то другое. Все вам листать не нужно. Ну, вот, коллеги, основные моменты и какие нюансы у нас встречаются с вами в новом госте, мы разобрали. По всем примерам мы не успеем просто чисто физически, уже не успеем пройти, так уже мы перебрали времени в два раза больше, чем нам отводилось. Поэтому на этом мы будем завершать нашу сегодняшнюю встречу. Но на мастер-классе 19, если не ошибаюсь, октября мы все-таки планируем, что мы с вами встретимся. Тем, кому интересно и хотелось бы разобраться, вот как раз по примерам, которые приведены в гости, мы сегодня не по всем, естественно, прошли. Мы постараемся разобрать про презентации, про статьи из электронных журналов, имеющего самостоятельный сайт и размещенного на сайте. Это разные вещи, как оказывается. Републикации, то, что Евгения Юрьевна как раз спрашивала, про видеозаписи, мультимедийный ресурс на примере курса тоже посмотрим, ну и посты, реплики в соцсетях. Часто на них сейчас начали ссылаться тоже. Ну, про это вот тоже с вами разберем. Не просто разберем, но и потренируемся составлять, как это можно делать, используя то, что есть в гости, и как это можно исправить. То есть это будет уже такая более практическая работа. Ну и что еще у нас будет 19-го числа? Все принявшие участие в мастер-классе получают доступ к записи мастер-класса, то есть запись вы получите. Будет открыт доступ к презентации. И сегодня я вам давала сокращенный вариант, а там у нас будет уже расширенный вариант со всеми еще плюс. Разные схемы, шаблоны. Что можно делать для составления библиографических ссылок. Там шпаргалки вам попробуют тоже по этому ГОСТу. Сделать как можно больше. Сложно, Татьяна. Вот именно поэтому мы второй раз тоже будем и разбираться вместе. Вместе как-то оно веселее идет, и не так страшно. И плюс еще будет у вас электронный сертификат на два академических часа. Ну и плюс все скидки, которые получены за участие в мастер-классах, они будут складываться до суммы удостоверения повышения квалификации на нашем курсе. Ну вот по ссылке информации о мастер-классе, там можно будет посмотреть чуть поподробнее. Эта информация расписана. Сразу говорю, коллеги, вот это идет, мастер-классы, формат идет как... Да, даю в чат, Виктория, и будет еще в рассылках тоже упоминание. И в расписании, по-моему, он уже должен был появиться. И плюс участие в мастер-классе, там будет на курс давать тоже приоритет на удостоверение установленного образца. Так что просто посмотрите, почитайте по этой ссылке. Вся информация там представлена. Ну и вот будем разбираться. И коллеги, если будут возникать вопросы, они уже возникают. Большое спасибо всем, кто сегодня задал вопросы по поводу вот этого ГОСТа. на что-то я, может быть, не успела ответить. На мастер-классе обязательно их разберем. Я еще раз чат пересмотрю. И можно в нашей группе в ВКонтакте библиографии для небиблиографов, сейчас я вам эту ссылочку на нее дам, можно там меня найти и либо прямо в группе, либо написать мне в личку. Да, меня там ВКонтакте найдете, можно будет написать в личку, я вам просто отвечу, и на мастер-классе мы эти вопросы обязательно тоже будем разбирать. Просто чтобы мне тоже ориентироваться, что вам непонятно. Про ИССН был вопрос, а когда для статьи указывается ИССН? ИССН указывается не для статьи, он указывается для журнала. Ровно так же, как ИСБН для книги, это номер самого журнала, показывающий его, что он зарегистрирован как средство массовой информации, как СМИ электронная, например, или печатная. Поэтому он указывается не для статьи, а в конце всего описания вместо ИСБН для книги, вот это книжный номер, а это такой же для журналов. Это журнальный номер. И он указывается в описаниях, когда мы делаем список источников и туда вставляем по ГОСТу 2018 библиографическая запись, библиографическое описание, описание статьи, две косые черты, потом пошла информация про журнал, и вот в конце мы дописываем вот этот ИССН или ЕССН, электронный номер, для журнала. Вот в этом случае, когда вы делаете ссылку на эту статью внутри текста, подстрочную, например, или внутри текстовую, вот этот ИССН вы не указываете в ссылках. Можно опускать. Даже здесь написано, что для ссылок это факультативный элемент. Мы просто разобрали, если, например, какое-то есть требование, ну вот так принято, а нет, мы все-таки в первичной ссылке это указываем. Ну окей, тогда вот вам пример в новом ГОСТе все-таки он есть. Ну вот, коллеги, вот такая история у нас с новым ГОСТом. Очень непростой вариант получился. Отправить на доработку, ну хорошо бы. Я думаю, что будут появляться еще уточнения, рекомендации и редакции, так же как с ГОСТом 2018, появляются исправления, дополнения. Так же и здесь это будет наверняка делаться, потому что слишком много вопросов. Но опять же, коллеги, когда принимается что-то новое, есть проект обсуждения, и этот ГОСТ проходил проект обсуждения, туда можно писать обязательно свои вопросы и пожелания. Про это тоже не забывайте активную позицию занимать. Ну вот, коллеги, на этом наша сегодняшняя встреча завершается. Я желаю вам всего доброго и не пугайтесь ГОСТа, все-таки мы с ним тоже справимся и сможем и преодолеем. Всем всего доброго, счастливо и до новых встреч!